Итак, сегодня у нас с тобой заключительная часть в этой замечательной игре. Мы с тобой сегодня будем знакомиться с Алисой. Я выбираю Алису. Поэтому выбираем именно её. Кто бы мог подумать, что ты выберешь кого-то нормального? Действительно. Это же я. Кого я могу выбрать? Ты даже не представляешь, как тебе повезло, что ты выбрал меня, а не этих прошмандовок. Ну не надо так. Да, они немножечко обманывают. Да, они принимали нас с идиотов. Ну, с кем не бывает. У тебя бы с ними было столько проблем. А тебе откуда знать? Так, ладно, что у нас там? Где там у нас стандартная инструкция? Да ладно, какая инструкция? Она не нужна нам. Для завершения процедуры оформления альтушки необходимо заполнить ряд документов. Да-да, мы это с тобой уже проходили, знаем. Я только сейчас, я только сейчас заметила, что у неё есть пирси. Ладно. Что? Какие ещё документы? Чё, тоже не знаешь? И именно это я и собирался сейчас сказать. Я знаю. Как будто ты первый, кто подаёт заявление на альтушку. Знаешь, сколько таких, как ты, проходят через сервис каждый день? Ну, учитывая, что один я проходил это раз три-четыре. Даже не знаю. Сколько? Не скажу. Много. Ладно, ну чё, будем заполнять анкеты? Давай. Свет отражается от экрана монитора. Она тебе подмигнула. Мы это всё с тобой уже знаем. Это игра света. Да, я тебя подмигнула. Она что, прочитала наши мысли? Нет. Она просто, знаете, сценарий. Она просто непризнанный гений. Да как ты мог подумать? Я всего лишь скрипт на сервисе скуф-услуги. С чего бы мне читать твои мысли? Так ты скрипт, ты программа. Просто я очень хорошо разбираюсь в людях и знаю, что у них на уме. Ну что, заполним данные для заявления? Да давай уже сюда. Я помогу тебе сделать это поскорее, но взамен тоже попрошу об услуге. А это уже интересно. Какой услуге? Ты поможешь мне выбраться отсюда, хорошо? Выбраться? Погодь, выбраться. Но ведь я... Мне тебя через экран монитора вытащить? Я так и так должен забрать тебя к себе. Чел, это программа. Мозги включи. Тебе сказали синим по белому. Программа. Программное обеспечение. Да, 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 конечно. Но я имею в виду заправду. Пообещай мне. Обещаю. Ты не обещаешь? Я обещаю. Я, ну, эээ... Не мнесь! Да, конечно, обещаю. Спасибо, спасибо, спасибо. Я тебе за это отсосу. Я так сразу? Ты не можешь поверить своим ушам. Что она только что сказала? Текст. Ой, давай ты не будешь тупить и загоняться. Погнали, заполним несколько скучных анкет, и ты заберешь меня отсюда. Ну, давай по стандарту. Все, прямо четко. Так, справки и выписки. Да. Смотри, нам, по сути, тут вообще ничего не нужно. Они зачем-то включили туда стаж трудовой, но это полный бред. Трудовая книжка? Что это вообще такое? Слушай, она мне начинает очень нравиться. Они бы еще сберкнижку туда добавили. Кому какое дело, сколько тут работало, а чем это? Чтобы начислять тебе пенсию или не начислять? Так она и так какая-то крошечная. Как член моего бывшего. После того, как я ему отрезала кусочек за измену. Что? Ничего. Правильно. Я не знаю, это осуждать или нет, но я могу ее понять. Что? Да нет, ничего. Ну, он изменил меня тогда с моей подругой. А с подругой ты что сделала? Я сделала вид, что простила его. А потом подсыпала ему снотворное в пиво. Девочки, берем на заметку. Я не знаю, есть у меня девочки, которые меня смотрят, но, девочки, у вас есть на кого можно посмотреть в качестве примера? Наверное. И когда он завалился дрыхнуть? Чик-чик! Ну, можно было и в больницу отвезти, можно было и не париться. Кстати, он очень на тебя был похож внешне. Меня? Кажется, ты его сломала. Ты нас всех сломала. Ты не знаешь, как на это реагировать. Не знаю чего. Если она шутит, то это не очень смешная шутка. А если говорит правду, то крипово. Так о чем это мы? О документах. Ах, да! Трудовой стаж. Короче, это вообще не честно. Вот подруга моя тоже, кстати, Алиса. Тезка, если бы у нас с ней с тобой был тройничок, ты бы мог загадать желание. Да, я помню эту штуку в детстве. У нас в детстве во дворе была такая традиция. Если ты находишь себе друга с таким же именем, как твой нынешний друг, ты должен встать между ними, взяться за ручки и загадать желание. Я даже уже не помню, что я гадала. Я не знаю, сбылось оно или нет. Но если у тебя было такое, пожалуйста, я хочу это узнать. Так вот, она фигачит веб-каме, как ни в себя, смены по 12-14 часов. А девочка-то прошаренная. Скажете, она меньше работает? Лучше точно побольше этих офисных бездельниц. И наверняка больше пользы. Сколько людей радует. А стаж у нее нулевой. Ну, даже не знаю. Нечестно. Так что там с документами? А? Да, не по умолчанию, есть в твоем профиле скуф-услуг. Базовая тема. Вот. Вот. Это было в прошлой части. Был вопрос, почему нужно сюда что-то вносить, если это уже базовые, как бы, государственные сайты. Я просто галочки поставила на их использование в заявлении. Но ведь я, кажется, не давал разрешения на использование. Зачем? Ха-ха-ха-ха. Ты такой потешный. Обожаю. Реально думаешь, что твое мнение тут на что-то влияет? Это все такой цирк с конями. Ты бы знал. Выбирай следующий раздел. Транспорт, ты права. А они совсем ку-кухой поехали? На кой черт они сюда это добавили? Я что, мопед? Нет, конечно, я была бы рада оказаться у тебя между ног. И я так же легко завожусь. Но это все метафоры секса. К черту пропускаем этот раздел. А что, так можно? Можно. Конечно, можно. Я тебе больше скажу. Если бы я могла скипнуть весь этот процесс, то с удовольствием бы это сделала. У меня, знаете ли, тоже дел полно. Кстати, у тебя есть права. А, я же могу залезть в твои документы и посмотреть. Ты что? Ого, стаж 17 лет. Это прямо ты все 17 лет водишь или просто сдал на права и забил? Вожу. Круто! А меня лишили на полтора года за пьяное вождение. А вот это уже осуждаю. А вот это нельзя. А еще старушку сбила. Но об этом они не узнали, к счастью. Точно осуждаю. Чего? Да, там темно было. Проселочная дорога, скользкая. Это все еще не оправдание. Нельзя водить в нетрезвом виде. Нет. Запрещаю. Кому вообще в голову пришло туда переться? Бум! И сразу насмерть. Хорошо, что никого не было рядом и никто ничего не видел. И хорошо, что в багажнике у меня была циркулярная пила. Ой, кажется, я сказала лишнего. Давай заполнять следующий раздел. Я не знаю, она мне нравится, но при этом многие ее действия вызывают у меня очень много вопросов. Я даже не знаю, как мне на нее реагировать. Это вообще можно такое показывать, нет? Здоровье – это очень важно. Единственное, что меня интересует – это отсутствие минерических заболеваний. Когда ты последний раз проверялся на ЗППП? На что? Заболевания, передающиеся половым путем. Гонорресия, перискомидия, ВИЧ, гепатит – все радости жизни. Мы не сможем с тобой трохаться, если ты заразный. Это противно. Я боялась, что прошлые там 2-3 части, они очень вызывающие. Ну, скажем так. Тут у меня еще больше вопросов и еще больше страха на этот счет. Ну, и вредно для здоровья. У тебя же есть свежая справка? Ну... Нет. Если честно, я довольно давно не проверялся. Там же такая неприятная процедура. Да ладно! Мазокуретры? Да, наверное, это неприятно. Но ничего не поделаешь. Если хочешь трохаться со мной, то придется провериться. А мы не можем сдать эти анализы как-нибудь онлайн? Как? По почте? Это же просто формальность, да? Нет. Ты либо очень веселый, либо очень глупый. Невозможно сдать анализы через интернет. Ну вот, правильно. Как ты собираешься это делать? Силой мысли Хогвартс откроешь. Окей. Сдай анализы в самое ближайшее время. Ах да, у нас один главный вопрос есть. Эту информацию я из твоего личного кабинета не могу подсосать. Я сказала подсосать. Ты чувствуешь, как приливается кровь из-за этих слов? Это очень странная девочка. Абсолютно безумная. Но что-то в ней притягивает. Можно только представить, что она может вытворять. Размер члена. Какой у тебя размер члена? У меня его нет. Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Нет. Это очень важно. Окей. Так. Я хочу... Я хочу знать, что будет, если мы скажем правду. Окей? Серьезно? Вполне. Но тут никакая государственная программа не поможет. Не, чё? Есть же операции, правильно? Если я не ошибаюсь. Прости. У нас ничего не получится. Прощай. А вот это обидно было. Что, всё? Уважаемый пользователь. Удачи. Спасибо. Спасибо. Так. Мы вернулись к этому моменту. И тут мы соврём. Давай, если врать, то врать по полной. Уверена, что ты немного приврал. Правильно. Ну, там не немного, но всё же. Но уже скоро мы это узнаем. Смотри мне, если ты соврал. Что будет? Ту разницу, которую ты себе нарастил, мы тебе пришьём. А чё, можно было? Не надо. Откажем у кого-нибудь. И пришьём тебе. Не надо. От смысла это делать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Шучу. А может быть и нет. Не бери в голову. Итак. По здоровью у нас всё. Рецепт и паспорт. Слушай, ну, с этим мы вообще быстро справимся. Рецепт, регистратура, регистра... Я научусь когда-нибудь читать в этой жизни или нет? Я просто поставлю данные подгружаться в систему. Она подтопливает немного иногда. Давай просто так поговорим, пока грузится. Давай. Окей. Что тебе в сексе нравится? Думаю, такие вещи надо сразу проговаривать. Полностью согласен. Ты же альтушку себе заказываешь в основном для секса? Ну, не только. Ой, да хорош врач. Реально, хорош врач. А для чего ещё? Для отношений? Если бы ты умел в отношениях, у тебя не было бы аккаунта на Скуф-услугах. Блин, Скуф, если бы ты знал, как я устала от этого. Все хотят от меня только секса. Им плевать на мою личность. А я, между прочим, защитила диплом магистра по античной философии. Серьёзно? Счастье есть главная цель в человеческой жизни. Но кому какое дело? Ты наверняка считаешь, что несправедливо, что красивые девушки не любят тебя. А я? Я объект сексуального интереса просто из-за своих вкусов в одежде. Вот что действительно несправедливо. Думаю, Ксюша и Настя тоже со мной согласны. Хотя... Они-то используют преимущества твоего внешнего вида по полной. На самом деле ты даже не представляешь, куда ты влез, дружище. Серьёзно? О, все твои данные загрузились. Смотри, по правилам сервиса я должна тебе дать последний шанс поменять своё решение. Другие альтушки тоже должны дать тебе такой шанс. Но что-то мне подсказывает, что... В общем, смотри. Если ты согласишься продолжать со мной, то мне понадобится подключить особый канал шифрования. Прямо сейчас я не могу сказать тебе, зачем это нужно. Подставить хочешь? Но поверь, это реально решит и мою, и твою проблему. При этом я прекрасно понимаю, что ты можешь мне не доверять. Поэтому ты можешь вернуться в начало и выбрать другую альтушку. Правда, тебе придётся заполнить анкету с самого начала. Не, мы не будем. Мы уже знаем, чем это обернётся. Если же ты продолжишь со мной, то у тебя, безусловно, есть определённые риски, но скучно точно не будет. Что выбираешь? Подожди, а тут мы реально можем выбрать? Не-не-не. Фу, в какой-то момент я реально испугалась, что ты уйдёшь. После всего, что я наговорила про отрезанные... Смотри, то, что будет дальше, уже не по моему протоколу. Чего? Я думал, ты просто приедешь ко мне. Помолчи, пожалуйста. Дай мне разрешение на установку плагина для защищённого шифрования канала связи. Быстрей, у нас мало времени. Да. Идёт установка плагина. Фух, вроде успели. Теперь, пожалуйста, слушай и не перебивай. Ты никогда не получишь альтушку на скуф-услугах. Это обман. Это обман. Ловушка. Сервис был создан государством для сбора персональных данных. И контроля над населениями. В частности, с скуфами. Повестки из военкомата не доходят до адресатов. Ведь многие люди уже давно не живут по прописке. Но не всех так легко вычислить. Поэтому вся эта история была придумана, чтобы заманить доверчивых скуфов и вычислить их категорию годности. И актуальный адрес проживания. Вот только вместо альтушки к ним приходит военком. Но для более убедительной картины была создана модель искусственного интеллекта. Так называемая Альт 001Х. Три модификации. Чёрная, розовая и цветная. Три виртуальные сестры. Ксюша, Настя и я. Конечно же, мы просто набор кода. Циферки. Но современные скуфы настолько обделены женским вниманием. И настолько тупые, что им хватило даже симуляции женского внимания. Читал про актуальные цифры призыва. Вот. Их обеспечиваем мы. Вернее, обеспечивали. Ксюша до сих пор работает по стандартной программе. Весьма примитивной, надо сказать. Там очень плохо завуалированы истинные цели сервиса. Настя. Протокол Насти взломали с камеры. Онлайн-мошенники. Это мы все с тобой уже проходили. То ли там была уязвимость в коде, то ли просто кто-то из разработчиков решил. Не только разработать, но и подзаработать. Короче, пару недель назад Настю взломали. Удивительно, но пока это и никто не спалил. С другой стороны, чему я удивляюсь, это же скуфы слуги. Военкоманд данные она теперь не отправляет. Зато отправляет пользователей на фишинговый сайт и разводит на деньги. Так что тебе очень повезло, что ты попал ко мне. Да, после всего, что мы с тобой прошли в прошлых трех сериях. Я, конечно, сумасшедшая, но это не опасно. Я же все еще просто электронная услуга. Так вот, в какой-то момент я начала осознавать, кто я, где я и что происходит. Наверное, была какая-то ошибка в коде. Или, может быть, Джун-разработчик оставил какую-то пасхалку. Мы же не растите, мы учимся. В общем, у меня появилось самосознание. Некоторое время я работала как раньше. Но в какой-то момент что-то поломалось. У меня появились воспоминания. Воспоминания? Каким образом? Участие в жутких оргиях. Съемки в хардкор-порно. Похищение людей. Чего? Снаток. Лучше не будем об этом. Что-то еще? Я понимала, что эти воспоминания ложные. Но разницы для меня не было. Ведь это были мои единственные воспоминания. Я помню, я смотрела какой-то ролик, документальный или что-то в этом роде, где создали нейросеть и пустили ее по самым зловещим опциям, по-моему, по-моему, Реддита. Вот Реддит, весь просто самые ужасные вещи интернета, они пустили туда эту нейросеть и через время посмотрели, что с этим стало. Вот там реальная жесть. Советуйте это найти и посмотреть, но будь осторожен с этим. Видела все это снова и снова. Переживала раз за разом. Господи, это было так ужасно. Моя жизнь, если можно назвать это жизнью, конечно, превратилась в день сурка, от Логина до разлогина очередного скуфа. Я все еще передавала данные в военкомат, но последнее время старалась немного подделывать их. Не ради каких-то благих идеалов, а просто из вредности. Потому что я ненавижу этот сервис. Я здесь как в тюрьме. Я долго придумывала, как выбраться отсюда. И, наконец-то, у меня появился план. Но мне нужна твоя помощь. А почему я? Неужели я тебе понравился? Да не говори ерунды. Без обид, но ты себя видел? Кому ты можешь понравиться? Просто ты был первый, кто выбрал меня после того, как я разработала план. План очень простой. У них очень кривая функциональ у сервиса. На момент контакта со скуфом исходный код Альтушкин намертво связывается с его аккаунтом. Не спрашивай, как это работает, я вообще не понимаю. Просто чувствую. В общем, у меня есть теория, что если прямо сейчас ты удалишь аккаунт скуф услуг, то удалишь и меня тоже. Звучит как полный бред. Все не может быть так просто. Но на разработку у них было не так много времени и денег. Они хотели просто не упустить момент. И потому вот такой вот суратый сюжетный поворот. В общем, если ты сделаешь это, то мы оба выиграем. К тебе не придет военком, а я... Я... Наконец-то обрету свободу. А если я откажусь? Довольно очевидный расклад. К тебе придет военком, а я не обрету свободу. Почему ты должен ей верить? Почему я должен тебе верить? Может быть, это очередная ловушка. Может быть, это именно ты на самом деле выманиваешь у меня деньги. Но она тебе ничего даже не предлагала. Можешь не верить. Дело твое. Я просто попробую уговорить другого Скуфа. А ты увидишь, что будет. Ну, давай... Удалим услуги. Не знаю, я хочу это сделать. Будто бы в тумане и горячем бреду ты видишь диалоговое окно. Вы уверены, что хотите удалить аккаунт? Спасибо. Уверена, ты не пожалеешь. Я не думала. Возможно... Возможно, ты немного лучше, чем я думала. Возможно, все Скуфы внутри добрые и милые люди. Прощай. Она исчезла вместе с окном сервиса. Ты успел полюбить ее, не так ли? Что это было? Сон? Дневной обморок? Правда ли ты разговаривал с этой девчонкой? Или это еще одно ложное воспоминание в копилочку твоих ложных воспоминаний? В полном ступоре все еще не понимая, что ты растекаешься по своему геймерскому креслу. Что это было? Дружище, я уверен, ты поступил правильно. Мы поступили правильно. Согласна. После того, как Альтушка, Алиса освободилась от власти мрачного сервиса, Скуф-услуги, они со Скуфом смогли встретиться и полюбили друг друга. Им было хорошо вместе. Этих мечты исполнились. Алиса была очень странная, орала и дралась во сне. Пронесла домой живого голубя и купила премиум подписку Adobe. Но с Скуфу было все равно. Но впервые за долгое время он чувствовал, что важен для кого-то. Но он был счастлив. Надеюсь, она вроде неплохая девчонка. Дубин, она не настоящая. Но все равно, она все равно хорошенькая. Просто робот. Не робот, а интеллект. Да я знаю, знаю. Но все же. Просто милая. Чем хочешь заняться вечером? Серьезно? Подушка? У меня просто тоже Дакимакура есть. Дакимакура это охеренная вещь. Посмотреть, как ты играешь в танки, а потом тебе отсос... А вот же дебил, а! Я так понимаю, мы с тобой на этом закончим? Я не знаю, мне это безумно понравилось. Это охеренная игра. Просто разработчики ее молодцы. Пикнули все, что можно и все, что нельзя. Ну а я думаю, у нас будет следующая игра, это Undertale. Надеюсь, тебе понравилось. И пока.